Не боюсь меня. Потому что, скорее всего, он будет. К нему надо будет просто готоваться. И вы готовитесь уже к нему? Да. А каким образом? Вывод денег. Доллары, евро, другие страны. И держать деньги на гривнях. Нет, я надеюсь, что до этого не доведут. Были же дефолты, и ничего, после этого жили страны. Наверное, как все. Да? Ну, скорее всего, боюсь. Не ощущается полного порядка в финансовой сфере. И предпосылки эти базируются на предыдущей истории поведения гривня. Я имею в виду курсовую политику, резкие скачки, всевозможные слинки о сиюминутном увеличении прибыли в одном месте. И уж совсем не слухи, а каждый прочувствовал на кармане отток средств из карманов большинства населения. Пока будет вот это ощущение непрозрачности поведения на валютном рынке, будет оставаться, если не угроза дефолта, то, по крайней мере, ощущение у этой угрозы. И вы готовитесь каким-то образом к нему? Да, ищу дополнительные подработки, чтобы в случае резкого удара не такие больные были последствия для семьи. Лично я не боюсь, и мои близкие, наверное, тоже не боятся. Но, честно говоря, я думаю, что это слишком надуманная проблема, и что рядового какого-то украинца это абсолютно не коснется. Ну, скорее, нет. Нужно быть оптимистом, наверное. И дефолт – это непостоянное явление. Заканчивается, начинается взлеты, падения. Надо быть оптимистом. Я думаю, что его не будет. А второе – ну, боимся, потому что отчасти. Но особо он нас не коснется. Почему его, возможно, не будет? Ну, потому что Евросоюз не заинтересован, чтобы Украине был дефолт. И поэтому они будут всячески помогать, чтобы здесь не было дефолта.